Здарова, булочки! Вы на канале Кек Кук. Сегодня готовим одно из любимейших моих блюд. Я его до этого никогда не готовил. Заодно и проверим рецепт славного дружа. Да камон, чё там проверять-то? Мне просто понравился его рецепт. Хачапури по-аджарски. Вот я произношу эти слова, у меня уже слюни выделяются. Это нормально, нет? Возьмём миску, пожалуй, и нам понадобятся весы ещё. Тесто, это же самое главное в хачапурках, правильно? 300 грамм кефира, 2,5 литра жирности. 2,5 литра, 2,5% жирности. На самом деле у меня здесь 290, я сейчас водички ещё 10 грамм ливану сюда. В кефир мы добавляем 2 чайные ложки соли и 4 чайные сахара. Ну, просто чтобы дрожжи быстрее наелись, там, не для сладости, не будет сладко, не переживайте. Пакетик дрожжей, 11 граммчиков. 40 миллилитров растительного масла, я предполагаю, что это 40 грамм. И 2 обычных, стандартных, иишка сюда. И все вот эти жидкие составляющие вместе с сахаром, с дрожжами, с солью, замешаю. После чего муку буду добавлять. Ну, просто знайте, чтобы уже здесь была одна часть жидкости и одна часть муки. Почему я не взял миксер? Ребятки, чтобы ничего у вас не разбрызгалось, держите блендер вертикально. Вот так вот, не под углом, а вот так вот. Минутку, позамешивал все это, стало однородным таким кефирчиком. Главное, по стеночкам пройдитесь, а то там дрожжи могут прилипать и тусоваться просто на стенки такие. Там вроде как 550 грамм муки, не знаю, это вместе с клейковиной или это уже с вычетом клейковины. Короче, я возьму 550 грамм муки. Ну, вот самая простая часть позади, впереди осталась не самая простая часть. Нужно все это дело замешать. Сначала ложечкой. Ух, пора переключаться на тестомес. Перед тем, как замешивать тесто, помойте хорошенько ваш тестомес. Постригите ногти вашему тестомесу. Или наденьте перчатки на ваш тестомес. Ребятки, а тесто помесил, это несложно было. Минуточек 5 на это ушло всего лишь, думал будет дольше. Для удобства просто смазывал руки маслом, потому что оно очень жестко прилипает к рукам. И вот в таком вот виде оно должно постоять 10 минуточек. Ждем. Пока можно натереть сырок. Пока оно стоит, накрою мокрым полотенчиком его, ну, чтобы не заветривалось. На три лодочки любви у нас есть 600 грамм сулугуни. И здесь 300 грамм адыгейского, но я буду использовать, наверное, только 150. Эх, помню те времена, где в Краснодаре, неподалеку от улицы Ставропольской, во дворах, у мужичка там было свое кафе, и мы там питались каждый день практически этими хачапурями. Стоили они рублей по 200. Весил я тогда под 90. Можно попробовать сырок. Достаточно ли он соленый? Потому что если недостаточно, то можно будет посолить. На самом деле он вообще практически не соленый. А адыгейский, он примерно как творог. Соответственно, не соленый вообще. По граммовкам дружи он брал 600 грамм сулугуни и 150 грамм адыгейского. Я возьму 200 грамм адыгейского. Просто мне больше нравится, когда в хачапурках побольше вот этого творожного привкуса-текстуры. Ставь на заставку. Тесто у нас постояло. Нужно его еще раз хорошенько вымесить. Смажу руки маслом. Оно так, знаете, приятнее работает. Чикс, блядь, чикс, блядь, да блядь, так, хорошо. Каждый кусочек кожи, который не в масле, потенциально прилипшее тесто к нему. Оно и так прилипнет, но чуть-чуть попозже. Вот такое оно классное вообще. Как жвачка. Смотрите, какое обалденное, прикольное вообще. Грязная шлюха. Ну все, я думаю, достаточно. Обмяли мы его правильно. Дощечку берем. Говорят, к ней не липнет. Блин, правда не липнет, офигеть. На весах прям взвешиваю. Три ровные части. А сколько эта штука весит вся? Блядь, а говорят не липнет. Нормально, отлипло. Кило тридцать восемь. Кило тридцать восемь. Тысячу триста восемьдесят. Тысячу триста восемьдесят разделить на три. Сто двадцать шесть грамм получается. Да какой триста восемьдесят. Тупая тварь. Тысячу триста восемьдесят разделить на три. Четыреста шестьдесят грамм получается. В смысле тысяча триста восемьдесят. Тысяча тридцать восемь. Сука дебил. Все, делаем три куска по 346. Класс. Как прикольно, блядь. Я теперь понимаю, почему продают эти, как они там, слаймы. Вот эти все жижи мерзкие. Да блин, я бы сам покупал. Ну зачем? Вот мой слайм. Я его сожру попозже. Дрожжа показывал, как сделать два варианта лодок любви. Первый вариант. Раскатываем. И просто складываем такие вот две половые губы. Блядь, простите. Ну просто два бортика вот так вот скручиваем. Я буду делать второй вариант. Там, где, короче, залепляешь кусок сыра. Переворачиваешь, разрезаешь. Ну короче, смотрите. Сделаю из него такой шаричек. Ну, чтобы у нас просто поровнее было, да, чуть-чуть. И все это дело из центра вот так вот раскатываем. Не переживайте, что вы выдавите все пузырьки, которые там дрожжи образовали. Мы сейчас все равно все это будем настаивать еще в духовке целый час. При минимальной температуре, там, 35-40 градусов. Поэтому это сейчас еще все взойдет. Так что не ссыте. Но это, кстати, может не взойти еще, если там будет температура выше, чем 40 градусов. Просто дрожжи сдохнут. И мы будем тогда присутствовать на похоронах. Ах, получается, блин. Негоже. Сегодня такая прекрасная суббота. Я не планировал вообще, чтобы кто-то умер. Короче, вот такой вот чебурек раскатали. Ааа, знаете, что мы не сделали? Надо же посолить эту штуку и замешать еще. Добавлю сюда щепоточку. Ну, полторы, ладно. И чуть водички налью, потому что вся масса чуть-чуть суховата. Ну, вот так вот. Нам нужно, чтобы наши два сыра стали одним сыром. Мы делаем адыгейские сулугуни. Так, еще раз пока замешиваем. Быстренько вспоминаем, что у нас тут. У нас сулугуни 550. И адыгейского 200. Итого 750. 750 разделить на 3. Сколько это получится? Блять. Привет, Сири. 750 разделить на 3. 250. Так, вот этот кусок сыра. Делаю из него пирожок такой. Кладу вот так вот в серединку. Какой же кайф, а? И начинаю теперь слеплять вот так вот все. От края к центру. Блять. Не прилипает же к доске, сука, к пластиковой. Хорошенечко слепляем. Это у нас днище будет. Плохо, да, когда днище с дыркой? Вообще нехорошо. Слепили. Теперь бы это все отлепить от доски еще. Было бы неплохо, конечно. Убедимся, что здесь все. Все герметично. И вот так переворачиваем. Класс. Что-то так тесто много осталось. Теперь наш пирожок, который был внутри. Ну, в смысле внутри. В смысле был. Его вот так немножко как бы это. Разминаем. Такая же красивая херня у меня. Обалдеть вообще. Обалдеть. Так, теперь берем ножик. И делаем надрез. Хирургический практически. О, да. И раздвигаем здесь вот так вот тесто. Руки на стол. Ну-ка не сметь. И дальше вот так вот разминаем начинку по краям. Чтобы у нас, ну, как бы лодочка превратилась в лодочку, да? Блин, такая она страшненькая, конечно. Но ничего. Первый раз все-таки. А? А? Вот это все теперь надо перенести вот сюда. Блядь, это практически невозможно, по-моему. Почему она прилипла? Стараюсь, чтобы ничего тут не порвалось. Пожалуйста. Пожалуйста. Хикс. Хикс. У-а-а! Так, берем вторую сразу. Не, я знаете что? Я, пожалуй, тесто... Ой, я немножко муки насыплю. Буквально щепоточку так. Чуть-чуть. Так, знаете что? Понял. Не надо слишком вытянутую делать. Потому что вот те вот края, которые вот, они ни к чему, по сути. Их там слишком, слишком много теста там остается, понимаете? Поэтому буду немножко вширь, короче, раскатывать. Более круглую форму делать. Чтобы как раз-таки было проще все это вот так вот залепить вместе. Серединку положили. И теперь... Все вместе слепливаем. Ну, блин. Вот после того, как первую слепил, вторая прям увереннее пошла. Ну, еще плюс мы мукишки немножко насыпали. Оно не так прилипает. Шов хорошо слепили. Перевернули. Опять муки насыплю. Какой классный процесс, ребятки. Пробуйте. Только ради того, чтобы даже если там ничего не поднимется, сейчас дрожжи умрут, на похоронах поплачем, то это просто сам по себе процесс прикольный вообще. Так, разрезаем тут все. Руки на стол. Второй раз уже не так смешно, да? Да мне похер. Смеетесь. Вот я налепил. Ну, вот это красивое, да, слева? Ну, это, ну... Зато это сильное, возможно. Или умное. Вот это вот все дело надо поставить в духовку на 35 градусов на час. Максимум 40. Будет больше, будут похороны. Блядь, а они же сейчас взойдут. Пи***а. А им места тут не будет вместе. Вот это отстой. А как быть? А что делать? Не знаю. Молиться только, наверное. Просить Боба о помощи. Берем яйцо. Два желточка. Простите, но белки я вот так вот жестоко сливаю в раковину. Там есть куриный комитет какой-нибудь по правам защиты детей. Я очень извиняюсь перед вами. Два желточка. Ну, точнее, полтора у меня полжелтка в раковину слилось. Дружи использовал кефир. Но у меня его не осталось. Я вот возьму столько же молочка, сколько и желтка. И вроде получается тоже достаточно неплохо. Готово. Малолетний дебил. Смотрите, ребят, что я теперь делаю. Достаю противень и сразу увеличиваю. Ого. 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 Нихера себе. Сразу увеличиваю газ на максимум. Потому что духовка у меня слабенькая. Ну, вы посмотрите просто, ребятки. Да это просто, блин, из лодок в Титанике нахер. Мое уважение. Ну, это вообще какая-то не лодка. Это чисто лапоть. Они и так выросли, что аж за пределы противня просто повылезали. Как быстро растут чужие дети, а? Дружи говорит, 190 градусов, 15 минут. Я вот понятия не имею, сколько там в моей духовке. Вообще не знаю. Просто наугад. Поставлю, короче, так, как есть. Была не была. Блин, что-то я переживать начал уже, ребята. Там же, ну, там же непонятно, что там вообще там за температура. Таймер на 20 минут. Надеюсь, все хорошо будет. Блядь, что такое, блядь? Что хуеть? Ху-ху-ху. Вы видите, что это? Это же просто что-то невероятное, блин. Раздвигаем недры сыра. О, боже, он кипит. Это же просто очуметь можно вообще. Смотрите, сыр раздвигаю. Уньк. Ой, вот это сейчас пожрём. Это просто сейчас будет что-то невероятное. Всё это перемешиваем между собой вот так вот. Ой, какая мягкая булочка. Это одновременно и самая любимая часть видоса. И самая сложная часть видоса. Особенно, когда вот такие рецепты делаешь. Я не знаю, что говорить. Это охуительно. Это вкуснейшая хачапури по-аджарски, которую я ел. Самая вкусная. Да может быть. Могу ли я вам её рекомендовать к приготовлению? Ребята, вы серьёзно? Конечно, да. Во-первых, это очень крутой процесс. Всё вот это замешивать, потом её лепить. Это не сложно. И это прикольно. Понимаете? Это какой-то необычный процесс. Поэтому смело повторяйте. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Не жадничайте. Подпишитесь на всё, что вы видите на экране. Всего вам хорошего. Удачи. Пока-пока. Лёлечка! Лёля! Всё, пожрём. Лёвка! Алёвка! Продолжение следует...